Сегодня в Екатеринбурге в павильонах Международного выставочного центра Екатеринбург-Экспо открылась 12-я международная выставка Инопром-2022. Главная промышленная, торговая и экспортная площадка страны, которую каждый год посещают тысячи политиков и бизнесменов. В разные годы с 2015-го партнерами Инопрома побывали Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция. В этом году страна-партнер выставки Казахстан. А тема года – промышленный переход от вызовов к новым возможностям. Их на этот раз с 4 по 7 июля представят 600 участников из 25 стран, в их числе экспоненты ДНР и ЛНР, металлурги с Донбасса, которые покажут на Инопроме индустриальные достижения Южного горнометаллургического комплекса. Для участия в Инопроме в Екатеринбург прилетели премьер-министры двух стран – России и страны-партнера выставки Михаил Мишустин и глава Кабмина Казахстана Алихан Смаилов. В связи с визитом ВИП-гостей первый день Инопрома получился недолгим – 3,5 часа. Но эту недостачу организаторы планируют восполнить грядущими тремя полноценными выставочными днями. А посмотреть на Инопроме есть что, но об этом чуть позже. А пока около двух пополудней в аэропорту Кольцова приземлился самолет, на котором прилетел главный гость Инопрома российский премьер-министр Михаил Мишустин. Но прежде глава российского правительства в узком формате в переговорной комнате аэропорта Кольцова пообщался с губернатором Евгением Куйвышевым, обсудив с ним работу проекта «Комфортные и безопасные дороги». Но прежде ВИП-гость отметил, что Инопром – это знаковое и значимое событие для всей страны. Хочу сказать, что не случайно эта площадка выбрана здесь, в Екатеринбурге, поскольку предприятие, работающее в Сверховской области, вносит значимый отклад, в первую очередь, в развитие собственного производства в стране. Хочу сказать также, что мы помним, что мы с вами при визите сюда, на предыдущий Инопром посещали целый ряд предприятий, вы активно используете новый инструмент – это инфраструктурные бюджетные кредиты. По поручению президента этот инструмент активно используется, и порядка 5 миллиардов рублей на это будет планировано в вас. Из аэропорта премьерский кортеж проделал недолгий путь к международному выставочному центру, где для главы российского кабмина приготовили специальную экскурсию по выставочным павильонам. Одно из первых соглашений, завизированных в первый день Инопрома, касалось железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Челябинском на базе пригородных поездов. Его подписали соседи-губернаторы Евгений Куйбышев и Алексей Текслер. В ходе эксплуатации будут выявляться те участки, где можно будет сократить издержки, в том числе и провести, подать электричество, поднять платформы. Это удобство и комфорт для жителей наших областей. Ну и понятно, это еще один альтернативный способ добраться из Екатеринбурга в Челябинск и наоборот. Как уточнил губернатор Южноуральщины, проект строительства скоростной железнодорожной ветки между столицами соседних областей не забыт, но пока отложен по экономическим соображениям. Проще говоря, он слишком затратный. Понадобится реновация железнодорожных путей, контактной сети. На отдельных участках ее вообще нет. Эти работы будут завершены. И таким образом этот маршрут станет более скоростным, более комфортным, более удобным. Ну и, собственно, это первый шаг. В дальнейшем это направление будет только улучшаться и совершенствоваться. К августу закончится реконструкция федеральной трассы. Челябинский тракт будет расширен до четырех полос. И на всем протяжении пути встречные потоки окажутся разделены. В отличие от рельсов, на асфальте в первый день инопрома избежать огромных пробок на подъезде к Международному выставочному центру, естественно, не удалось. Здесь гостям приходилось пешком добираться до павильонов, в которых их ожидало много любопытного. Страна-партнер привезла на выставку не только юрту, домбры, ювелирку и угощения, но и огромный ковш экскаватора, произведенный в Караганде на Литейном маршзаводе, а также электробус. Впрочем, наш произведенный Синарой выглядел ничем не хуже. На стенде трубной металлургической компании красуется труба большого диаметра с такой полировкой, что и зеркало не надо. Белоруссия привезла свои трактора, которые выглядят ничуть не хуже европейских. А на стенде Башкортостана гостей привлекли пачки с содой пищевой в обычной упаковке без всяких инновационных наворотов. Вообще, выставочные экспонаты можно рассматривать часами, но цель инопрома совсем другая. Это соглашения и контракты, о которых мы, разумеется, еще узнаем, но не сегодня. В преддверии открытия инопрома губернатор Евгений Куйвышев проинспектировал готовность Международного выставочного центра Екатеринбург-экспо к 12-му приему главной промышленной выставки страны. Стенд страны-партнера нынешнего инопрома Республики Казахстан разместился как раз напротив выставки новинок, принимающей стороны. Наш павильон – внушители не только в смысле количества экспонатов, новейших разработок самых продвинутых компаний, но и площадей тоже больше тысячи квадратов. Глазная инспекция подзадержалась возле образца дрона такси 16-ю лопастями, на котором пассажир сможет без пробок добраться из точки А в точку Б быстрее, чем по земле на таксоматоре. Подъемная масса 700 килограммов, крейсерская скорость до 100 километров в час. Поездка, конечно, влетит в копеечку, хотя о ценах экспоненты пока ничего не рассказывали. Казахские партнеры инопрома удивили гостей не меньше хозяев. В третьем павильоне они разбили парадную юрту и выставили огромный Бэтмен, детали которого напечатаны на 3D-принтере. Создатель чудо-мобиля на шести колесах, только два из которых спереди. Блогер из Казахстана, из Тимиртау Евгений Бондаренко и его команд. Говорят, Бэтмен-мобиль можно купить, но цена его высока – 400 тысяч долларов.